С 2005 года депутата в Убылдуму избирают по смешанной системе, но с тех пор в федеральные и региональные законодательства были внесены некоторые поправки. Выборы 2015 пройдут уже с их учетом. Увеличилось количество народных избранников. В этот раз места в региональном парламенте займут не 35, как раньше, а 50 депутатов. Половина из них будут избраны по одномандатным избирательным округам. Схема распределения депутатских кресел в этом случае вполне проста. У кого больше голосов, тот и проходит в Думу. Оставшаяся половина будет избрана по партийным спискам кандидатов. Здесь кроется еще одно нововведение выборов. Список делится на общерегиональную часть. Здесь максимально три кандидата и так называемые региональные группы. Их 25. В каждой от двух до трех кандидатов от политической партии. В каждом избирательном округе состав кандидатов в таких группах будет отличаться. И тут есть свое преимущество. Голосование по такой схеме более персонифицировано. Избиратели голосуют за партию и за конкретных ее кандидатов. Избиратель уже имеет возможность увидеть не только первых троих кандидатов, но как бы раскрывается в каждой оригинальной группе этот список. Как елочка, так условно графически. Они видят не только лидеров, но и уже тех кандидатов, которые соответствуют этому избирательному округу. Это плюс, наверное, этой системы. Партии, которые преодолеют 5-процентный барьер, автоматически получают по одному месту в региональном парламенте. Не преодолевшие барьера политические объединения выбывают из гонки. После этого оставшиеся мандаты, согласно специальной математической формуле, распределяют между партиями. К полученному результату прибавляет уже имеющийся у партии один мандат. Между кандидатами от партии мандаты распределяются следующим образом. В первую очередь места в Думе получают кандидаты общерегиональной части списка. Затем кандидаты региональных групп, набравшие наибольшее количество голосов избирателей. Девять политических партий борются за места в региональном парламенте. Точные данные, кто именно получит кресло в Белгородской областной думе 6-го созыва, мы будем знать уже завтра, 14 сентября. Елена Кожовская для специального выпуска новостей.